Ох уж эта Ксушка-разлучница решила увезти из семьи рыбака Уэллерта. Ох, очень странный эпизод, шестая серия, в которой возникает огромное количество вопросов, потому что это именно тот случай, когда пытались всеми фибрами души навязать рыбака, а самое крутое респектовое свидание в итоге получилось у Алексея. Давайте разберем, что пошло не так и почему Мишина так активно сосалась рыбаком все это время. Погнали! YouTube, привет! Безумно рад вас видеть на моем канале. Это Беспало Мьюзик, канал, на котором мы говорим 24 на 7 о музыке и главных новостях из мира шоу-бизнеса. Также с вами комментируем различные реалити-шоу. Обязательно подпишись на канал, стань частью моей интернет-семьи. И будем вместе покорять пространство YouTube так же? Конечно же! У меня есть авторский телеграм-канал, который называется точно так же Беспало Мьюзик. Очень много горячих сливов на участников проекта «Холостячка». Много новостей из мира шоу-бизнеса ожидают тебя именно там. Так что жду пополнения в нашей интернет-семье. А мы с вами врываемся в шестой эпизод. Пожалуй, самый спорный эпизод за весь сезон. Но прежде чем мы начнем, у меня есть пару интересных замечаний. Во-первых, было две рекламных интеграции алкоголя, где Мишина очень нестеснительно держала бокальчик в своих ручонках. Тогда у меня назревает вопрос, если же ты не пьешь, тогда почему ты смело с парнями распиваешь напитки? Что-то здесь не так. То ли Мишина лукавит, то ли ей недостаточно круто выстроили образ редактора. Но ладно, это такое. Второй момент, который я хочу прояснить, прежде чем мы начнем разбирать детально эпизод. Ребят, некоторые блогеры подхватили идею того, что тоже будут кидать сливы, которые им отправляют в директ Инстаграма. Я знаю, что какие-то сливы вам нравятся, какие-то не нравятся. Где-то меня кто-то обвиняет. Моя задача, напоминаю еще раз, делиться с вами информацией. Та информация, которая поступает ко мне несколько раз, не единократно. И только тогда, анализируя полученную инфу, я делаю выводы, публиковать это на своем канале или нет. Вот, например, одна блогерка, блогерша, как правильно, не знаю, тоже решила тут делиться своими сливами. Ну что же, посмотрим, желаем ей удачи в данном контексте, в постановочном пути, в ее случае. Ну, посмотрим, у кого информация будет правдивее, потому что по большей степени то, что публиковал я, сбывается. И шестой эпизод тому подтверждение. Вы только вспомните, в одном из сливов я говорил, что Ксения Мишина очень ветреная натура. И что мы видим в прошлой серии поцелуи с Эллиртом, в этой серии поцелуи с Рыбаком. У пяти пари сейчас акция. 30 миллилитров за 139 гривен. Вы получаете полноценный парфюм по цене пробника. По такой цене можете попробовать сразу несколько ароматов. При заказе трех парфюмов четвертый подарок. Также вы можете оформить и 100, и 50 миллилитров в стекле через менеджера, просто оставив заявку. Если не можете определиться с ароматом, менеджеры подберут подходящий именно для вас. Все ссылки на товары Пиди Пари и магазин в описании под этим видео. Эх, место моей мечты, сходница, именно там участники провели всю неделю с Ксенией. Комфортные номера, наконец-то полный релакс, есть возможность подобрать и сделать крутые свидания. И я тут недавно увидел на просторах интернета у одной блогерши информацию о том, что парни платили за свои свидания. Боже мой, как вы можете верить в этот бред? Я как человек, который работал на новом канале, на проекте Половинкины, наверняка вы помните данное реалити-шоу. Организаторами свиданий являются редактора. Редактора придумывают полностью свидания, а админы устраивают эти свидания. То есть парни даже не имеют особой участи. Редактора изучают характер персонажей и под них подбирают идею свидания. Где такое бывало, где такое писано, что участники, придя на реалити-проект, самый крупный, самый масштабный, самый рейтинговый, платят со своего кармана. Да они бы просто как крысы с корабля разбежались. Не верьте, вы такой фигне. Никто никому не платит. СТБшники сами организовывают и придумывают эти свидания. Деньги спонсорские есть. Вы что, думаете, просто так идет интеграция реклама каких-либо продуктов в проект? Если не 10 рекламных интеграций во время трехчасового эфира. Значит, у нас изначальное испытание для парней. Посадить дерево. Мишна обращала внимание на количество посаженных саженцев. Господи, тавтология. Качество посадки. И всходницу она привезла самого дорогого человека. Ее сына. Кстати, ее малый Платон это нечто. Очень подвижный, очень активный ребенок. Воспитанный, но при этом эмоциональный. В хорошем смысле этого слова. В общем, мой респект. Мишна как мать однозначно удалась. Неделя даже не началась. Ксения позвала на разговор Игоря. В общем, распрощались мы с Игорьком. Игореша, па-па. Дело в том, что Игорек действительно маленький для Ксении. И в принципе это достижение, что он дошел практически до экватора проекта. Но зато не затягивали время. Все было честно. Все заслужено. По результатам посаженных деревьев выигрывает, ну, казалось бы, Шатырка. Потому что он был очень активен с ребенком. Он занял такую классную френд-позицию. Вечная френд-зона Шатырка. Что с Ксенией, что с ребенком. Но победил рыбак. Почему? Потому что Ксения просто хотела с ним пойти на свидание. Вы позвонили в отделение полиции. Что у вас произошло? Он убил меня. Кого убили? Он убил меня! Друзья, это тизер моего дебютного сольного клипа. 11 декабря выйдет премьерное музыкальное видео дуэта без палов. Я хочу напомнить, кто еще не знает, я автор, который пишет песни другим артистам. Но в какой-то момент я решил начать свою деятельность. И дебютное видео будет посвящено теме домашнего насилия. Очень непростая тема, но мы постарались подойти к этому вопросу максимально серьезно. Поэтому обязательно подпишись на канал, не пропуская горячие новости. Будет очень много крутого авторского музыкального контента. Премьерный показ дуэта без палов. Пока Платон Ксения развлекался на квадроциклах с парнями, Мишина отправилась на свидание с рыбаком в спа-салон. И там началась у нас эротическая нежность и движ. Лишь этот щеколад, обмазывание, прикосновение, эти массажные штучки. Он начал к ней прикасаться. Она вначале ломалась, но очень быстро расслабилась и растаяла. Расстегнула свой лифчик. В общем, после массажа перешли они в челны, не челны. Тоже поправьте меня. Чаны, чавуны, шавуны, чавны. Блин, я забыл. Посадил он Мишину в бочку с водой. Этот мини-бассейн. Я не знаю, как это называется. Чан. Чан. Началась драма. Он начал рассказывать об отношениях своих родителей. Конечно же, слезинка на каждом свидании. Все рассказывали о своей тяжелой судьбе. И провокационный вопрос от Андрея. А я тебе нравлюсь. И Ксения, пожирая взглядом Андрея, говорит ему, конечно, с первой минуты ты был фаворитом на этом проекте. И рыбак смело так присасывает Мишину. И она не отторгает это внимание. Очень смело погрузившись с восхищением, чмокалась с Андреем Рыбаком. Элерт, Рыбак, будут в финале. Все сбывается. То, что было в моих сливах. А многие меня при этом обвиняют. Какой я подонок, как я наговариваю на участников. Кстати, кто что знает об участниках или о финале проекта Холостячка. Директ моего инстаграма в описании под этим видео. Все ссылки на мои социальные сети есть. Так что пишите. Мишина вернулась в дом. Решетник отчитался за квадроциклы. Сказал, что самым заботливым был Леша. Мишина оценила поступки Алексея. Решила пригласить его на свидание. Вместе с Платоном. Но Алексей остается на закуску. Потому что в начале у нас свидание. Тет-а-тет с Шатырка. Та же мыльная драма. Эти сопли. Эти прыжки с парашюта. Эти эмоции. Эта еда в ресторане. В вышиванках. Все так банально. Шатырка плачет. Рассказывает о своей судьбе. После этого Мишина отправляется на свидание групповое с Рыбаком, Эллертом и Ковтуненков. Они едут. Ссорятся. Ой. Выясняют отношения. Мишина. Что-то там с Рыбаком. Тудым-сюдым. Тудым-сюдым. И это выглядело как будто не семейная пара уже. Пацаны тоже разнервничались. Начали вычитывать Рыбака. Почему-то СТБ решили увести внимание, взгляд от Эллерта. Потому что слишком палено было. И очевидна победа данного участника в проекте. Значит, Рыбак. Лучший друг Эллерта. А тут поцелуи, разборки. Все нервничают. Креативщики, где вы делись? Да, эти классные, крутые сценарии. А это как-то несколько предсказуемо. Пришли к Мальфару. Значит, просветление. Потом тетатеты. Снова поцелуй с Рыбаком. Перед свиданием Ксюши и Леши Ковтуненко успел побывать на легком лайт тетатете с Мишиной. Подарите дорогой бриллиантовый кулон с названием химического элемента. Попытался ее поцеловать. Мишина это отторгла. Ковтуненко, о тебе мы поговорим в понедельник. Потому что прилетел очень интересный слив о тебе. И на закуску, как я уже говорил, Ксюша, Леша и Платон. Отличное свидание. Леша в итоге подарил дорогущий электросамокат версии про сыну Мишиной. Конечно, это подкупает. Он понравился сыну. Он был заботлив по отношению к Мишиной. Ксюша, что тебе не хватает? Бери ты Лешу и будешь счастлив до конца своих дней. Но Мишина актриса, ей нужны эмоции. Дамы с непростым характером. В общем, выгнала по итогу она. Как вы думаете, кого? Конечно же, шатырка. Все близится к финалу. Давайте делать ставки. Кто победит? Как вы считаете, кто достоин? Кто что скрывает от нас? СТБшники пытаются всячески замести и запутать свои следы. Но победит Элерт. Это очевидный факт. Сегодня упал выбор на рыбаке. Казалось, что Мишина вроде не против помутить с рыбаком. Но не тут-то было. Элерт все равно победит. Но, как по мне, самый крутой был Лешка. В шестом эпизоде. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Я знаю, что вам понравился этот обзор. Поэтому обязательно ставим палец вверх. Подписываемся на мой YouTube-канал. Становимся частью нашей интернет-семьи. Покоряем пространство YouTube-а вместе. А также подписываемся на мой Telegram. Где очень много интересных событий и новостей из мира шоу-бизнеса. А я тем временем не прощаюсь. Говорю, до скорых встреч где? Ну, конечно же, на Беспалов Мьюзик. Продолжение следует по индийскому сценарию. Па-па, ребят.